Сегодня мы читаем четыре псуки, отцветут буквы «Юн» Чтобы у нас был радуах Вчера мы читали с вами, что Всевышний говорит «Я уничтожу мир» Вчера мы сказали, что Ноах был цадик за то, что он охранял свой брит Кроме этого Зуар объясняет, что грехи брит связаны со ртом Человек, который следит за своим языком, он тоже охраняет свой брит Поэтому святость Ноах была в том, что он охранял свой язык И этим он охранял свой бритмилай, и наоборот Кроме этого, если мы посмотрим, он говорит Размеры Тева там намек на язык человека Размер Тева 300 Это ламет шин нун Ламет это 30, написано здесь 30 локтей высота Шин это 330 локтей длина Нун это 50 локтей ширина То есть за что Ноах спасся в Тева? За то, что охранял свой язык Не говорил то, что не надо Раньше говорит Дальше говорит Говорит, что Цогар сделает в Тева И к одному локцу приведи ее наверху То есть крыша должна быть вот такая, чтобы дождик скатывался Сейчас посмотрим, что такое Цогар И дверь в Тева поставь сбоку Сделай в Тева три этажа Первый, второй и третий Говорит Рашид Если мы посмотрим Вся эта Тева была без окон, без дверей Как там был свет? Вот то, что написано в Торе Цогар Одно объяснение, это было окно Другое объяснение Там был драгоценный камень, который светился И Медраж говорит, что на самом деле Луна, звезды, солнце В этот год, когда был потоп Не вели себя так, как обычно Поэтому они не могли определить День это или ночь это Поэтому говорит Цогар это или окно было, или там был драгоценный камень И в этот момент И в этот момент Он говорит, что он был Коцар Милмалов И он говорит, что он сказал Дверь была сбоку Чтобы дождь туда не попадал Что значит? Три этажа сделали Он говорит, что три этажа Три этажа было один на другом Потому что Верхний этаж был для людей Второй этаж был для животных А третий этаж был для отходов Они целый год должны были там кушать Дальше говорит Тора И всевышний говорит А вот я на виду Потоп воду на землю Уничтожит всякую плоть В которой есть Жизнь Под небесами Все, которое на земле умрет Исчезнет И написано здесь Что значит? А вот я Бог говорит Вот я на виду потоп Объясняют мудрецы Что Бог говорит Да, я сейчас согласен с ангелами Которые мне посоветовали Человека не создавать Если помните, они сказали Бог советовался создать человека или нет Они сказали не надо Не стоит Он говорит Я согласен с этим посоветом в Тейлиме Которые они сказали Кто человек Чтоб ты его вспоминал Чтоб ты его создавал Поэтому Бог решил уничтожить человечество Что значит Мабуль 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 переводится как Потоп Но с другой словом Мабуль это слово От слова Лебалбель Смешивается все Все было смешано Сверху вниз Снизу вверх И все это Приплыло Куда все это Приплыло Вавилон Вавилон Сегодняшний Ирак От слова Ленаер Что там встряхнул он Всех мертвых Которые умерли во время потопа Дальше говорит Вавилон Вавилон Бог говорит И Боже так Говорит Вавилон Прибл explicitly Семец Вавилон ты и твои сыновья, твоя жена и жены твоих сыновей. Говорит Раши в Акимуте Дверити, Берия Гая, Бритая Царик Алаперот Шилу Яркеву Мвияшку Вешилу Яргугу Рашаим Шебадор. Зачем Бог заключил союз с Ноахом? Союз был необходим для того, чтобы фрукты и еду, которую он взял в Ковчег, они не испортились, не покрылись плеснью. Там они были один год. Один год и десять дня они были в Ковчеге. Пока шел дождь, пока вода с земли спала, пока земля просохла. И они вышли. По-моему, потоп начался с 17-го хешвана. Это будет через две недели по нашему календарю. И закончился 27-го хешвана через год. То есть они вышли 27-го хешвана через год, так Медраж говорит. Как салударус? Как салударус? Ну, все они там смешались, смешались. Они все растворились. Написано, одни, Медраж говорит, одних ничего не осталось. Даже косточка луз, которая есть у нас, что она остается, из которой человек будет воскрешен, которая в огне не горит, молотком не ломается, пилой не пилится. Эта косточка даже у них растворилась. Одних ничего не осталось, даже когда Машиаф придет. И Бог воскресит грешников, чтобы их судить, из этого поколения никто не проснется. Поэтому, он говорит, союз заключил в том, что еда, которую они взяли, на год она продержалась, она не испортилась, без холодильника и без морозильника. Даже написано в Торе, придешь ты и твои сыновья, и твоя жена, и жены твоих сыновей. Почему написано отдельно? Надо написать, ты и твоя жена, твои дети, и твои сыновья, и их жены. Отсюда говорит, Раши, мужчины здесь упомянуты отдельно, ты и твои сыновья, и женщины отдельно, твоя жена, и жены твоих сыновей. Отсюда мы видим, говорит Раши, что им год была запрещена супружеская близость. Пока мир находился в таком состоянии, в тяжелом состоянии, поэтому им было это запрещено. Откуда мы видим? Из того, что они должны были зайти отдельно. Мужчина отдельно, женщина отдельно. Так объясняет Раши. Вода кипяченая была, да? Вода кипяченая была, и сверху, и снизу. Написан Медраж говорит, что каждая капля дождя, которая падала сверху, перед этим кипятилась в генноме. И когда падала на человека, с него полностью кожа сходила. Это Турана сегодня. Новина сегодня говорит так. Они так заслужили. Нарушение было. Они так заслужили. Почему вода была горячая? Потому что они себя разогревали. В основном это было за грех разврата. За того, что они напрасно прорывали свои семьи, предохранялись неправильно. Мужчины, как сегодня это все. Почему? Когда это происходит, когда человек себя разогревает, мужчина себя разогревает. Поэтому они были убиты, уничтожены таким... Но христианин был брить или нет? Да. Ноах родился обрезанным. А, окей. Он из-за этого, как Ноаха пришли, да, читает? В то время же еврейства же не было, да? Не было еврейства, но были те, кто верили во Всевышнего. Адам, он знал Тору, Ноах знал. У Адама было шесть законов Ноаха, Ноаху дали еще один закон. Но от кого произошел? От одного лишенного церквей? От Шета, от его второго сына, который пришел. После Каина. Каина, Авель, от Каина ничего никто не остался, только его дочка. Жена Ноаха была потомком Каина. Все потомки Каина были уничтожены. Никто не остался. Давайте мы должны дальше идти, историю потом. Ахэн халлаэну хунаса, умаху венусы в алаванах, ахну хашавнуху нагуа муке элухим ум уне. Говорит, и мы говорим, что народы смотрят на еврейский, на еврейский народ и говорят, действительно, они за нас болели. Они за нас страдали, получали боль. Они за нас несли это все. Но мы считали их виновными. Поэтому, виновными в анахну хашавнуху нагуа муке элухим ум уне. Что Бог их наказывал. На самом деле, Гой будут говорить, когда Мащах придется, что еврейский народ страдал за них тоже. халлаэну хунаса, кола рашаим, миткапримби и сурим шили сраин. Раши говорит, что все злодеи, их грехи искупляются страданиями еврейского народа. хашавнухум шеуу, сану халамаком, велокенху, эллахум мехулал мишпшаэну. Мы думали, что Всевышний ненавидит еврейский народ, но на самом деле, это не так. Из-за нас он страдал. Он страдал из-за грехов. Он был как бы разбит из-за нечистоты. То, что нам должно быть назидание, и мы не слушали, он за это получал. И через его раны мы были вылечены. Дальше говорит Нави. Мы все были как варажки. Мы шли по неправильному пути. Каждый шел по тому пути, который он хочет, но Всевышний принял его молитвы и за нас его наказывал. Мусал Шерумену сказали, что он сказал, что он сказал, Гой говорят, евреи получили и наказание, страдание, чтобы у нас был мир. Хивгия Бо, кулану кацон, хивгия Бо, говорит Раши, не этар аль-ядон, не тратца овон кулану. Зато, что евреи страдали, их грехи как бы были замяты не евреев. Нигаш веу на анэ, вело ифтах пив кассе. Латебах ювал, ухорахе, левне госезея, не алама, вело ифтах пив. Его притесняли, но его мучили, но он не открывал свой рот. Как бараша, который идет на заклане, на резку, его вели, и как овца, которую ведут на стрижку, но он не открывал свой рот, не жаловался. Нигаш, бе-нуксим, удох-бедох-аким, его мучили, притесняли, говорит Раши, то есть еврейский народ молча принимал страдания, и эти страдания искупали не только его, но и не евреев. Когда Мошеях пройдет, это не евреи, это поймут. Это на ви на сегодня. Кто видит на сегодня, писание Мишле говорит так. Опять это наставление Шламу Амелеха своему сыну или другим, чтобы слушали его, его назидание. Он говорит, говорили, что не должен человек идти с бандитами, с бездельниками, поэтому говорит, тот, кто же будет слушать меня, мои советы, говорит Шламу Амелех, он будет жить в безопасности и в спокойствии, не боясь зла. Он говорит, Шанан, спокойный, не будет бояться зла. Зла чего? Говорит Раши, зла Ге-гинома. Если будет, говорит Шламу Амелех, слушать то, что я говорил, в Ге-гином не попадет. Дальше, вторая глава Мишле, он говорит, Мой сын, если ты возьмешь мои слова и сохранишь мои заповеди, повеления, которые я тебе даю, что чтобы твои уши слушали мудрость и твое сердце поверни, обрати к разумению. Что значит слушать мудрость? Это заниматься торой. Если ты будешь призывать к познанию, к распознанию этой бина, к понятию и поднимешь свой голос ты обратишь свой голос. То есть, опять же, что говорит Шламу Амелех, что нужно заниматься торой. Тот, кто занимается торой, в Ге-гином, без раташем не попадет. Дальше, это, кто именно сегодня? Сначала попадет. Да, сначала попадет, а то зайдет и выйдет, не переживай. Дальше. Мишна у нас трактат Шаббат, глава вторая. Мишна говорит так, это известная мишна, где у вас есть сидур по-русски, потому что здесь есть синий большой, есть желтый большой сидур, здесь название масел, которое тяжело перевести. Говорит, это то, что мы читаем на каждый Шаббат, боме Мадликин, убоме Эйн Мадликин. Говорит Мишна, говорит Мишна так, боме Мадликин, убоме Эйн Мадликин, чем можно зажигать и чем нельзя. Что можно зажигать в качестве свечей на Шаббат? Ищетон Ельзе. В качестве свечей на Шаббат. Эйн Мадликин, не в лекш, не в хосен, не в холах, не в фетират Айдан, не в фетират Амидбар, не в бирокал, не в пене Амайм, не в зефиц, не в шава, не в шевен-кейк, не в шевен-серифа, не в алья, не в хелев. Мы говорим, Мадликин, хелев, мебушал, и у нас есть мебушал, и у нас есть мебушал. С чем зажигать и с чем не зажигать? То есть, что используют в виде фитилей и масла на Шаббат? Не зажигать с фитилем из луба кедра. Кедр – это дерево, там под корой есть такие ниточки, если дерево снять кору у этого кедра, там есть какие-то волосинки такие. Эти волосинки нельзя использовать для фитилей на Шаббат. Дальше они говорят из луба кедра. Пакли. Пакли, знаешь, что такое пакля? Пакля? Да. То есть, это пакля? Нет. Это как клей, да? Белекеш, мы сказали. Белекеш, это флакс. Это лен, который не обработан. Дальше щелка сырца. Это тоже шелк, который очень низкого качества. Дальше луба ивы. То же самое у ивы есть вот такие волосинки, а эти волосинки, которые есть у ивового дерева, бет, который мы называем, тоже его нельзя использовать в качестве фитилей. А то значит не кошерных они могут быть, да? Еще? Что значит не кошерные? Ну, свечи бывают не кошерные. А, сейчас посмотрим. Значит, они вот эти могут использовать для не кошерных. Так выходит? Для не кошерных чего? Свечей? Да. Для не кошерных можете делать что-то хотя. Эти фитили почему нельзя? Потому что эти фитили хорошо не горят, они масло не проходят, и огонь там будет прыгать, и мерцать. не будет гореть. Она не должна гореть, она должна проводить через себя масло, а эти все, то, что мы перечисляем, они не проводят через себя хорошо масло. Луба Ивинская, вот этот волосяной покров Ивы тоже. Семян, он говорит так же, семян садомской яблони. Семян, это Велобифтилатхамбидбар это тоже это какие-то семена. И водоросли. Тоже говорит Мишна, что из водорослей тоже фитили делать нельзя. Кроме этого, а? А? А что делают? Фитили из из хлопка? Из хлопка, как сегодня. Из всего этого фитили делать нельзя. Дальше Мишна говорит. И не смолой. Смола и не смолой, воском для сожжения в праздник. Теперь, написано здесь интересно Велобифт это смола. Смолу тоже нельзя использовать для топлива. То есть для как масла. Для для свечей нашего. то есть все это было фитили, это масло. Велобифт шава это парафин. Но парафинами свечки можно, но растопить его нельзя. Велобифт шемен кик. Шемен кик это здесь написано cotton seed oil. Как сказать по-русски? Хлопковое масло. Тоже говорить нельзя. Сейчас посмотрим. Велобифт шемен серефа и несгоревшего масла. Что это шемен серефа? Шемен серефа это масло это масло, которое должно сжечь. Что за масло должны сжечь? Как мы с вами проходили, была трума. Трума это подарки коэнам, которые имели святость. Трума, которая осквернилась, стала нечистой. Коэн имеет право ее кушать. Вот это масло нужно сжечь. Теперь по закону коэн имеет право получать пользу от этого масла. Но это масло имеет право. Имеет право. То есть он может право разжечь его и пока он его сжигает это масло. Оно не чистое, но он может рядом сесть и согреться. Имеет пользу получать. Но это масло нельзя сжигать на Йомтол. Поэтому праздник Йомтол, который выпадает на пятницу, он не может это масло взять в четверг вечером. В пятницу, перед пятницей он должен зажигать субботние свечи. Но это Йомтол от огня к огню. Вот это масло, которое трума, которое было сквернено, он на субботние свечи не имеет права использовать. Вот это два слова, которые написаны здесь. И не маслом сожжение. Это три слова, которые написаны здесь. объяснение. Что за масло сожжение, масло от трумы, которое нужно было сжечь, мы не имеем права его использовать на субботние свечи, когда праздник выпадает на пятницу перед шабатом. Алия это рухни дума. Человек не имеет права взять жир, курдюк, барашка, расплавить его, из него сделать свечи на шабат и также хелеф. Хелеф это внутренний жир, чарбу, который находится на желудке животного. Нахум говорит, что можно использовать для свечей жир, который растопили. сваренный, который сваренный, мегушар. Хахами говорят, этот жир, внутренний жир, пусть он сваренный или не сваренный, этот жир использовать для зажигания свечей на шабат нельзя. Можно часы повернуть? Тума, да. А еще есть второе значение слова, которое не чисто Тума, только это подарок для Коэна или Тума сегодня по жертвам тоже называем Трума. Это первая мишна, которую мы читаем каждую пятницу. Следующая мишна говорит, вы также сказали, что нельзя зажигать вот этим сожженным маслом наем наем мы сказали это масло Трумы которое нужно было сжечь. Рыбий шмей умер и маликин би и тран мит нег кего дешават. Рыбий шимон говорит, что нельзя зажигать тем, что называется и тран. И тран это не зажигается скипидаром в честь субботы. Скипидар почему нельзя зажигать? Потому что он плохо пахнет. Он летучий кроме этого он плохо пахнет. Что такое скипидар рахамин по-английски? По-английски скипидар тар-дам и тран residue of tar which has a foul smell. Теперь почему он говорит шмейн умер маликин би и тран и нек его дешават. Из-за уважения к шабату мы скипидар не зажигаем как топливо для свечей. Почему? Потому что он плохо пахнет чтобы человек не оставил то место где он зажег свой стол и пошел кушать в другое место. Потому что по большинству мнений свечи на шабат это уважение к шабату. Раньше электричества не было. Это давало мир в доме тоже чтобы было светло. Поэтому говорит и тран который плохо пахнет мы на шабат не зажигаем. И ник зажигаем. Мудрисы разрешают зажигать все виды масел. Шумшимин это sesame oil. Как называется в русском? Семечки. Не, семечки. Кунжит. Масло. Кунжутное масло. Sesame oil. В течение шумшимин. Вешемин эгозин. Масло от орехов. Шемин цинонот. Вешемин дагин. Вешемин покоот. Ветран. Увнефть. Репитроломер. Модликит. Увнефть. Нефть, нефть. Керосин. Сейчас скажем. Репитроломер. Малекин элбишемин забил по-русски. Не зажигается скипидаром в честь субботы, а мудрисы разрешают зажигать со всеми маслами. С кунжутным, как мы сказали, ореховым, из семян рецкий, с рыбьим жиром, с маслом из семян бешеного огурца, со скипидаром и нефтью. Нефть это имеется ввиду? Керосин. Раби Тарфон говорит, зажигают в наш абад только оливковое масло. Это его мнение. Что такое бешеное огурец? Не знаю, бешеное огурец. Что мы пакуют? Можно сказать, огурец. Катнацид ола нельзя. Можно сказать, это можно. Сегодня мудрисыр. В Кудыкстане пользуются? Можно, можно, не нервничайте, пожалуйста, все нормально. Третье, что я, мишна, колеце, минаец, эмалекин, боу, или пештан. Теперь дальше говорит мишна, все, что выходит из деревьев, нельзя использовать как фитили, кроме пештан, кроме льна. Льна на самом деле это не дерево, но так как он сушится, иногда можно называть его деревьем. Поэтому говорит совсем, что древесного происхождения не зажигает, за исключением льна. Выхоль, выходит именно это, мы там мать о льна, или пештан. И все, что выходит из дерева, не делает нечистым шатер, кроме пештана, кроме льна. То есть, все, что внутри шатера, если там, не дай бог, кто-то умер, или что-то было заинственное нечистое, он становится этот шатер нечистым. Внутри. Но шанс стать шатер, что, билдинг нечистый стал, что ли? Его надо поломать, нет? Или только шатер, который покрыт льном, вот это льняное покрытие, оно становится по себе нечистым. Поэтому здесь Мишна говорит, все, что выходит из деревьев, нельзя использовать для фитилей на шаббат. И все, чем покрыт шатер, не становится нечистым, кроме покрытия из льна. фитилей нечистым. Это фитилей, который сделан из кани, который свернули и не опалили, не подожгли его, его нельзя использовать для фитиля. Что здесь? Здесь такой у нас есть спор среди мудрецов Масеха Чаббат, который говорит так. Минимальный, если вы помните, мы учили с вами, минимальный размер ткани, который принимает туму, это 3 на 3 пальца. 3 на 3 это минимальный размер лоскуток ткани. Почему? Потому что это минимальный размер, бедняга, бедный человек оставит, для того, чтобы если у него будет дырка на одежде, чтобы его залатать. Поэтому что принимает нечистоту, что-то, что человек может использовать, что-то, что считается каким-то предметом. Поэтому здесь написано так, мы сказали вот эта ткань, которую свернули и сделали из нее фитиль, Рыбелезер говорит, что она принимает нечистоту, поэтому нельзя ее использовать на шаббат как фитиль. Теперь, как мы сказали, Рыбелезер считает, что от того, что я ее свернул, эту ткань, если бы ее до шаббата поджег, она бы стала чуть-чуть меньше и она была готова, лучше бы горела. Тогда она бы не была нечистой. Но так я только свернул, он говорит, она свой размер не теряет, поэтому он получает нечистоту и этим фитилем я не могу пользоваться на шаббат. Почему? Можно, можно. Почему? Потому что она до сих пор остается предметом, как мы сказали, с чем-то, что можно использовать. Поэтому Рыбелезер говорит, не имею права его использовать. А что получается, когда я ее подожгу на шаббат, получится нолад. Нолад, этот фитиль, еще не был фитилем до шаббата, имеется в виду, он был предметом, он был тканью, а сейчас, когда я поджег, он изменился, появилось что-то новое, что на шаббат делать нельзя. На шаббат и на винтов делать нельзя. Поэтому он говорит, я не смогу, это будет мукце, как мы даже зажигаем свечи, мы должны держать, чтобы большинство фитиля, которые выходят из масла, был зажжен, а это говорит на шаббат, так это будет мукце, делать нельзя. Рабиакива говорит, что нет, этот кусочек считается, этот кусочек ткани считается чистым, когда я его свергнул, его размер уменьшился, поэтому я имею право его использовать для фитиля на шаббат, потому что он не становится нечистым, потому что он потерял статус предмета, статус какой-то вещь, которую можно использовать уже до шаббата, и можно зажигать на шаббат. Это третья мишна, то, что написано веномаликимбар, и как он говорит, теория умадликимбар. Четвертая мишна, говорит, я читаю всю мишну, чтобы на шаббат, это каждый раз читаем, который то, что? Да, лампа, имеется свеча, она была глиняная глиняная посуда, вот так примерно, вот как моя рука отсюда, здесь было закрыто сверху было отверстие наливали масло, а здесь был фитиль торчал фитиль, такая была лампочка примерно такая теперь говорит Мишна, человек не имеет права взять скорлупу от яйца, он яйцо вытащил целым взять скорлупу, налить туда масло сделать в скорлупе дырку и подвесить эту скорлупу с маслом над вот этой свечой, чтобы масло туда капало и эта свеча горела почему не имеет права, потому что возможно в шабаде ему нужно будет масло то он скажет, смотри, это скорлупа и не обязательно это была скорлупа любой другой предмет, он может ну в скорлупе легко сделать дырочку с иголкой любой другой такой предмет он не имеет теннисный мячик, отрезать наполовину сделать там дырку, или пластмасса тогда не было пластмасса, сегодня есть пластмассовые вещи не имеет права, почему, потому что на шабаде ему нужно будет масло он что скажет, это масло, которое подвешено и капает в лампу оно же с лампой не соединено поэтому я масло возьму я ничего плохого не делаю я не уменьшаю количество масла в лампе в самой свече поэтому Аллах говорит неправильно этим он нарушит шабад тем, что из-за того, что масло он возьмет оттуда помазать на себя или еще для чего-то из-за этого он как бы потушит свечу она будет гореть меньше, чем она могла гореть, если бы все это масло было там поэтому нельзя это подвесить, чтобы туда это масло капало но дальше Мишна говорит, если когда эту лампу делали из глины, этот человек, который это делал он соединил изначально вот эту верхнюю часть и нижнюю часть тогда можно почему, так как они соединены, уже человек скажет ой, я не могу брать масло из этой свечи потому что этим я нарушу шабад это первая часть Мишны вторая часть Мишны говорит то же самое что человек не имеет права иметь эту свечу а рядом поставить тарелку с маслом и сделать длинный фитиль половина фитиля в этой тарелке с маслом и дальше он его удлинил из этой тарелки с маслом он переходит в свечу и там он горит тоже не имеет права почему? потому что опять же он скажет эта тарелка с этой свечой не соединена может использовать это масло не по назначению РБУДА говорит, что можно это использовать а длина свечи не имеет значения? нет дальше дальше он говорит а следующая Мишна говорит человек который потушил эту свечу из-за того что он боится ГОХИМ не евреев были времена когда не евреи как сегодня запрещают Дел Паре они запрещали зажигать свечи ни в каком месте кроме их идолопоклонческого храма на их праздники их праздник выпал на шаббат у нас митцва зажигать свечи на шаббат что делать? поэтому говорит человек который потушил такую свечу на шаббат из-за страха перед этими не евреями из-за страха перед бандитами которые бы увидели а там свет горит значит там люди живут из-за нечистого духа то есть человек который болеет опасается или у него депрессия и думает что этот свет притягивает духов и человек который не подавляет богу депрессия он в темноте ему более спокойно сидеть из-за этого он потушил чтобы он спокойно был или для больного чтобы он уснул говорит Танакама Патур Патур он освобождил что значит он не нарушил запрет Патур он шаббат нарушил но не Патур который по мудрецам повесить его забрасывать камнями не надо будет Кехасара нет Кехасара чем Кехасар птия пилах птирахая если же ему было жалко свечу что он боялся свеча уже совсем разогрелась свеча была как мы сказали глиняной чтобы она не треснула или ему было масло жалко жалко масло хотел масло сэкономить или ему Кехасара птия ему жалко было этот фитиль он хотел его снова использовать и потушил тогда он нарушил запрет Патур почему потому что в шаббат Патур запрещено делать то что мне нужно результат который я сделал Рабьеси говорит что нет даже в этих случаях когда ему было масло жалко или масло жалко эту свечу чтобы она не разбилась он освобожден кроме того фитиля если он потушил ради фитиля фитиль превратился как бы в уголек и это прямой результат тушения Рабьеси говорит что так как сохранение масла не является прямым результатом тушения что результат тушения это что этот фитиль превратился в такой обугленный уголь из-за этого Рабьеси говорит что он хаяф и предпоследняя мечта из-за трех грехов не дай бог женщина умирает во время родов из-за каких из-за того что они невнимательно относятся к законам неды не соблюдают их правильно законы семейной чистоты из-за того что невнимательно делают законы халы и невнимательны к зажиганию субботних свечей потому что когда женщина рожает это время опасное для здоровья время тяжелое поэтому там нужны защитники и когда время тяжелое война не дай бог или еще что-то происходит проверяют заслуги человека кто он такой и что он такой поэтому из-за этих грехов мера суда может привести к тому что не дай бог женщина умрет во время родов и последняя мечта на сегодня три вещи перед тем как идти в синагогу заходом солнца перед заходом солнца человек должен сказать в своем доме большинство из них нам не относятся сегодня он говорит так первое из сартен второе эрафтен отликует они из сартен отделите десятину то есть плоды которые растут в земле Израиля от них нужно отделить десятину перед тем как их можно будет кушать муж должен сказать муж должен сказать своим жене детям отделите десятину я собрал 10 яблок одну оставьте чтобы мы на массы эрафтен сделайте эруф это если было эруф у нас есть закон здесь написано эруфтхумин это эруфтхумин у нас есть запрет где город закончился больше 2000 шагов идти нельзя если я хочу пойти больше то перед шаббатом я должен взять какую-то еду прийти на 2000 шагов дальше от города поставить ее там это моя трапеза две трапезы еды там должно быть тогда я могу прийти туда и пройти оттуда еще 2000 шагов этим я увеличил за себя тхум шаббат он говорит сделайте эруф если куда-то надо пойти и третье он говорит зажгите свечу это он должен сказать то сегодня мы эруфтхумин не делаем десятину мы не отделяем но зажгите свечи человек должен проконтролировать постараться чтобы у него зажгли свечи на шаббат дальше он говорит если есть сомнения тогда часов не было календарей не было солнце зашло или нет тогда десятину отделять нельзя если 100% от этих плодов десятину не отделили отделить ее ее нельзя посуду которую он купил у нее еврея даже она новая еще в миг не отнес после захода солнца до выхода звезд вмигву не имеют права от носить почему потому что до того как он отнес в микву он не имел права ее использовать а сейчас возможно сейчас телефант можно использовать после миквы свечи тоже нельзя зажигать зашло солнцем не зашло лучше зажечь не зажечь не имеешь права зажигать но что можно делать есть ли плоды, от которых возможно была отделена десятина. А возможно нет, они называются дмай, так как скорее всего одних десятину отделили. В это время между заходом солнца и выходом звезд можно отделить от этих сомнительных плодов десятину, так как скорее всего одних десятина была отделена. Поэтому я их не исправляю и не делаю пригодными для еды. Не в шаббат, это перед шаббатом. Нет, ну перед шаббатом все время, да, выделяем. Тогда у нас этого нет, не, надо было это делать до шаббата. Надо это делать до, поэтому человек, который идет в синагогу, нужно было сказать, отделите десятину от плодов, которые 100% не отделили. Но если возможно тогда, если солнце уже возможно зашло, не знаю, зашло или нет, тогда он тест, от возможного того, что уже 10 отделили, может отделить десятину. А если 100% не отделили, не имеет права. мы сказали что дмай это это фрукты от которых возможно отделили десятину например говорят что простолюдины обычно не отделяли дистину поэтому это сафик можно от него ответить у арвин в том не так амин у человека есть деги ушаво можно на этой джеки ушаво возможно если уже солнце села взять и укрыть полотенцем или одеялом до начала шаббата чтобы он сохранил свое тепло даже после возможного захода солнца на этом мы закончили мишнает на сегодня баруха дунай льву лам амин ваамин